очень плохая контра от пугна, она контрит одновременно и Скаи и Свена, с вардом Ская, причем полуполностью контрит, тут с ульты будет еще 200 хп снимать, и то, что Свена на любого нападает, то и либо на себя получает декрип, либо на союзника, получается, вешается А, кстати, тот же самый декрип можно повесить на вард, который стоит, чтобы у него не ратникли просто Типа того, да, то есть у нас получается Чен без особого мак-урона, Фурион без особого мак-урона, Свен без особого мак-урона, и поэтому даже если Пуина кого-то прячет, то есть Кучительный Скай может как-то навредить этому герою Да, но мне нравится в Пик Хилл Рейзер все больше и больше, в нем появляется Дум Теперь есть с чем и Свена в любой стадии или контрить, то есть главное первым прыгнуть и до ульты, до БКБш какой-нибудь заультить, задумить его и все, проблема тоже решена И опять же, теперь открывается вопрос по линиям, кто куда пойдет, то есть будет ли Хардовой Дум, будет ли Хардовой Лондруид, будет ли Хардовой Патма, слишком много разных вариантов я вижу Я даже вижу сопротивную пугну, и меня это вполне устраивает Более вероятный, какой у нас пик расклад, либо Пугна, либо Лондруид в Меду, Дум в сложной линии, Мирана фармит, ну и аппарат, допустим, либо Пугна, с качеством саппорта будет выступать Так, ну если я не ошибаюсь, и на Думе играет и Бах, то это Саппорт Дум, или Хард Дум, Хард Дум, я не помню на самом деле на кого он играет Ну, Шач играет в Меду, если что, да, я понимаю, у Холл Рейзерс Короче, давай подождем пару секунд, они сейчас по линиям разойдутся и все будет понятно Не будем гадать, да, в последний момент перед картой, который мне интересен, все у нас хорошо со звуком, не жалуются люди? Да вроде нет, я думаю, что в спамере, я так одним глазом поглядывал, вроде, ну то есть там просили добавить, я добавил и все, норм Ну все, раз, все хорошо Ну что, оставляем как есть, да, и поехали, давай, с представления команд у нас, вот Давай, начали Якаря-то, они вообще, якаря, Буги на Свене будет играть, Сёкси будет играть на Чене, Валикс на Скай, Нэпфи будет играть на Эмбер Спирити, и Трикси будет играть на Хардовом Нэчер Пропити Точно так, в то же самое время, Хелл Рейзерс, Гад Дэм играет на Миране, Анда Шок Нэнч, на Парижане Шачло, на Ландруиде, соответственно, Ибах на Адуме и Афанинже на Пугне Как-то так, ну и пока, давай, вот по запаку видно, что, наверное, Афанинже будет стоять в Мидл, Пугна, в топе фармящий Дум под саппортами и в Готе фармящий Шачло под Спотмой То есть годам будет ходить напрягать, именно саппортивный Спотмой сегодня играть Ну да, единственный момент, за который мне придется извиниться, пока что так времени особо не было, пока я не обещаю в ДОТ-ТВ, то есть я с тобой разговариваю, смотрю ДОТу с двух разных компьютеров Поэтому... Как у тебя все сложно, ну я там в любом случае, ДОТ-ТВ есть, поэтому парни, кто хочет или может, или смотрит через ДОТ-ТВ, всем привет, и без бороды сегодня Поэтому я себя в какие-то моменты затыкаюсь в ДОТ-ТВ ДОТ-ТВ это потому, что он что-то рассказывает Поэтому приходите на стрим-шторм-студии Как ты выкрутился-то, заставляешь людей выливать Давайте с ДОТ-ТВ шмоточки не получать Ну почему это заставляю? Я просто говорю об этом, и более того, после первой карты я просто запущусь заново по-нормальному, уже по-человечески, не в бегах-попыхах Ну хорошо, хорошо, ну так, все, игра Продолжается, ну и давай, глядеть Глядеть, то есть все еще Свен, я думаю, в Изелине С двумя героями, и Эмбер в Миду Это было бы логично Ну и не знаю, то есть Пугна, Мид хорошо против Эмбера будет чувствовать себя Опять же, герой 330 бегает без тапка Против Эмбера, который бегает 310, обычно Эмбер темы силены, что каких-то пленов Пейн, он может просто догнать в какой-то момент Да, и щитом поджечь, и все хорошо Да, тут, если ты первый спой прокидал, Пугна просто может выбежать Ну и смотри, у нас хитрый вард ставится по миду, хитрый вард ставится вот так вот На боте, то есть он ничего не блочит, кроме, возможно, вот этого спота правого И по идее они это специально сделали, чтобы Чейн остался до скрипа Плюс был Вижен, вот на все эти подходы То есть Спуск на руну и вот все возможные выходы Смотри, Гадем и Шач заняли свои позиции на нижней линии Это будет даблак, я так понимаю На верхней линии будет андершок, соответственно, с Эбахом Эбах будет фармить, как я понимаю Думаю, что да, ну и смотри, пошел свой, поставил здесь вард еще Без Вижены, не видели, что он здесь поставил вард, сейчас Гадем Должен угадать, и он угадывает На самом деле просто с запасом поставил, попал по всем Зарабатывает сейчас себе, смотри, и денег, и экспириенсы Почти как Баунтируну взял, чуть меньше по деньгам, столько же по экспе Удобно, ну и по лайнапу, вот просто стоять против одного скаев, соло-героя Довольно тяжело, он бегает, бьет тебя по лицу, у тебя кончается здоровье Много региона подносить, неприятно А когда вас двое, он либо не может себе позволить Когда вас двое и медведь Да, он не может себе позволить далеко зайти, в любой момент могут пытаться убить Там, опять же, герои, а ноль армора, любая неправильная тычка, любое неправильное движение И сразу же Да и устанется, что Скай себе Ман носить, это тоже был важный момент, потому что Когда у тебя получается спринт-демаж на троих, сразу просаживать кого-то одного Тяжеловатенько Ну и Да, ну смотри, как неплохо Слон Друид сейчас все это дело делает То есть он отвел крипов Отвел крипов настолько хорошо, что заблокировал самим же медведем спот После этого, когда увидел на вардах, что пытается Валикс как-то спушить на себя грипов на троля Еще и подхолдил, то есть в итоге вытащил себе все-таки грипов Шашло продолжает Или начинает на боссе фармить То есть у него две пачки, линия будет пушиться, как минимум второе, а то третье он тут берет При этом под матч уходила, с собой ублочилась под... Стрела-то полетела, сейчас еще не грипп И плюс бам-бам Бласты, две тычки Опять же, напоминаю, что бегает пугна быстрее Но там фласка, фласка не пробьет уже Можно, конечно, было попытаться бежать дальше, но мало ли где там уже Чен Просто забоялся на фанинже Опять же, неплохо Гадем помог, он мог выбить Клару, развернуться, дать стрелу И тогда он уже точно был фил секьюр Я думаю, их так вполне все устраивает То есть по мидлейну В итоге Сколько-то Немфи выдали возможности пофармить Он даже вот там пять крипов успел взять Себе третий левел взять Но это все время фанинже бегал, сейчас проигрывает по левелапу И не так эффективно будет мешать, как мог бы И мешать, если бы он на этой линии оставался Но, с другой стороны, вынуждают на базу сходить Скайя, в итоге сейчас вот Много времени веирует, пока он или будет не на фулах, или будет на базе Именно так, но тем временем отметим то, что, например, Свен начинает фармить Ему почти никто не мешает Там, кстати, Андершок на хосте в топе Какий-то хитрый план у Трикси, типа, хочет додаться о крипов Но не смог, не смог Андершок еще и выбегает из рейнджа первого спыла Эмир Спиритов и выживает Если ему еще хватит, чтобы выбежать Ферст Блад вот так вот, просто пришел, зачекал руну под вардами И Фурион дальше не смог свалить Видимо, кулдаун был на телепорте Или, или, или еще какие-то Сложности со всем этим Так, ватмакс, кстати, ходит, лечает икспу Не попала в крипа Не попала в чен, зачем? Чего ради? Она же, по идее, может ходить и просто стереть На фарм своей стрелой Очень плотно мешая Чену, зарабатывая денег А без денег дальше он будет не совсем полезным Именно так Так, ну и что у нас? В боте Свен выфармливает хорошо В топе Дум выфармливает не так хорошо Ему сколько-то, я понимаю, мешает Вот Фурион Но в итоге Дум уже треть Опять же, у него возможность есть получать с Девавера Доп-деньги, доп-экспу С лиственных крипов, с крипов на линии То есть 100% забирать нужного крипа И при этом все Шачло уже четвертый То есть как только он берет пятый Появляются корни на Медведя И как бы все Ты сразу проиграл Ну да, но смотри Мне больше душа болит за опыт Причем опыт товарищей саппортов Когда у Энджета Парижа не до шестого уровня Когда, например, Патмани может, если что Нормально вкинуться через Монлайн Шэдо Идет проблема с темпом игры Да, но вот с другой стороны Сейчас, если Лон берет пятый Делает фраги Или там Пугна берет шестой Где-то делает фраги То они могут позволить Поучаствовать в этих самых фрагах И аппарату И потом я и как бы Они тогда быстро опнутся Самое главное сейчас Лону пятый получить И сразу же можно будет ждать Какой-то инициативу Попытки На рандоме себе корней Сейчас, смотри Побежал Оп, корни Стрелы нету Но все равно То есть все Буги на этой линии перестает фармить вообще в соло Ему срочно нужен какой-то протек Причем желательно такой В котором они Не прогоняют Лона А убивают его обязательно Иначе он будет на фрифарме На этой линии стоять И я думаю их это Не устраивает Ни Буги Ни Трикси Ни кого-либо другого Для них эта линия считает, что потеряна Если они и сейчас ничего не делают И тем самым еще и Патма Может себе позволить сейчас где-то походить Что-то поделать Она пыталась Прострелять в топе Но не получилось Трикси жив На фулах Формирует под вышечкой И он тоже уже почти с пятым С этой пачки точно будет И пойдет до шестого Недалеко А ульта фуриона Это хороший спелл Который много чего позволит сделать И вот, да Попытка выхода На шачло Есть с него, кстати, еще Выезд Если трик что Но слишком много Слишком много перстов Еще и Трикси приехал Ну там смотри Под Amplified Damage На мэк урон Стан Шок вейв Тотем От Т2 Тотем, господи От Сатира Третий стан от Свена Совсем больно было И в итоге Сняли много денег Опять же Прогнали Лона И по-хорошему Им не уходить отсюда И попытаться сделать это еще раз Все время у Ибаха Например, все хорошо наверху У него 34 крипа 33 У ближайшего, соответственно Оппонента Это Свен Он, соответственно Спокойно Абсолютно фармит Свен спавил в темпе фарма Этого не отменить Ну, Свен убил Поэтому если вот открыть натворство Мы видим, что Всего Две сотни проигрывает По уголде Так что С учетом того, что это Дум Который получает доп.деньги Все хорошо У Свена Даже очень Свену побольше надо было помешать Все-таки Патма Она Не чувствуется здесь То есть можно было Входить в комнате Бадона Знаешь, просто стоять за спиной И было больше пользы Какого-нибудь рандомного героя Сейчас посмотрим Насколько она здесь не залетает Потому что уже входит Гадем Готов стрелу заряжать Рядом есть Дэршок У того есть Они под Вардами все это делают Я думаю, Рикс вообще не парится Просто фармит И вот не видно Ну да Еще и Вард спалил Что поставила Патма Вот сюда Сейчас Гадем будет На верочку простреливать Я понимаю По инверсу Ну-ка Еще у меня его опять спалили То есть этот Патма Она Не очень полезно выглядит Можно взять любого героя Со страном Просто с маках ходить И Где-то делать фраги А не играть 1-2-1 На итоге, видишь Сейчас Гадем Еще и Ловят через Сайленс Через все, что можно Да Не дают выпрыгнуть Забирают И 2-1 Там тем временем Кстати, Пугна вышел Уже в Арканы Дум Что-то себе несет Так вот он все Много чего принес В итоге вроде бы ничего и не купил Существенного Продолжает фармить Ну, базилочки имеются Тысячи голды сверху Будут ли выходить в Медасик Или будет Быстрее В какой-нибудь там Влад Мерсипеде Вот Узнаем На Афоню Афоню высасывают Из немцев Все Афоня шестого уровня Ну, там 100-150 Здоровую секунду Это Слишком хорошая цифра Свард был тропнут Так что Вард первый Там не так много Все-таки Смотри Если ты За Мерсмирит И нападаешь На Пугнут И хочешь Чем-то подводить Отсос То есть Если ты первым Спилом Цепляешь его То дальше Надо Ивладить Или вторым Или вольтой То есть Хоть чем-то Это дело Именно так Стрела Попадает В Трикси Наконец-то Там Долго Секунды Четыре Я думаю Успеет Подойти Аппарат А успевает Прокидать Спил Сейчас Просто Плюс С уроном Подман Забьет Да Даже Тем более Аппарат Еще забирает Сейчас Всех Трипов Форманут Хорошо Удачная Стрела Причем Самое забавное Что Трикси Видела Что этот вард Сюда ставят Знал Что здесь Этот вард Есть И тем не менее Тем временем Проблемы В Миду Там Афоня Вроде Как Пытался Я Не знаю Зачем У нем Сасыв Если Можно Было Залить Но Да Ладно Все Решил Что Так Стоит Хотя На самом Деле Если Хилил Возможно Бы Этого Самого Захила Хватило Чтобы Жить Все Так Те Самые 150 Хп Это Много С другой Стороны А вдруг Он бы Не захилил Подму Тогда Еще И он Был в красной опасности Потому что Враги Это Были На Фулах А Он Хп Свою Отдал Подме Ну Да Далее Что Меня Еще Радует Что Можно Отметить То Что У аппарата Есть Пятый Уровень Что Скоро Будет А Бласт А Например Скарет Мэйдж У него Только Четвертым Пахнет Ну А Ну Погна Господи Подма Все Еще Стреть Но Это Неважно Аппарат Сможет Быть Активным Актуальным В любой Траке Из любой Точки Карты Что Есть Хорошо Например Того же Немфи Можно Было Сейчас Подконтролить Сейчас Просто Видишь Дум То Что Он Полезный Может Лес Формить В любой Мент Времени Видишь Он Даже Выфрив Облатила Чтобы Она Всегда Была И Свалила Этот Самый Лес Выдал Лению Аппарату Поэтому Аппарат Сейчас Именно Берет Себе Максимально Быстро Шестое И Начинается Где-то Веселье По карте Допустим В меду Эмбер Стоит Ловит Декрип Тут же Взрывается Ульта Аппарат И ты Вроде бы Уже Совсем Подибаешь Или В боте Где-то Летит Ульта Аппарат Подбегает Лон Дает Корни И все Свалена Тоже Убила Очень Удобно И Допустим У Фуриона Такого Неожиданного Бруста Нет То есть Именно В момент Когда Запускают Или Наносит Мало урона Или Ты знаешь Что в тебя Скоро влетит Потому что Дивижн Далее Знаешь Была информация Такая Как на Стримчанском Я ее Пока что Лично Не проверил Но Сделал Отметку Такую Когда Аппарат С этой Короной Который Надет На Дальше Если Он Кидает Ульту То Там Видно Небольшое Говорили Искажение Пространства То есть Можно Понять Куда Аппарат Запустил Ульту Не Не Видел Такого Можно Сейчас Будет Зачек Шестой То есть Как Ты Да Я Попробую Это Если Он Будет Кидать Я Буду Брать Вижн Только Команды Старк Потому Что Мы С Тобой Так Или Иначе Видим Весь Процесс Попадания Проконтролировать Именно Вижн Команды Старк Нападение На Андершоп И Не Хотят Ему Давать Шестой И Он Скорее Себо Не Живет Но Отпевается Отпевается Патмо Блочит Патмо Заблочило Есть Почти Раньше Прыгнуло Внутри Проблема Что И Бах Уже Рядом Бах Кудаун На Все Что Можно И Там Телефор Надо Толкнуть Толкнуть Успевает Хорошо Сделали Фраг Было Близко Очень Близко Если Чуть Получше Заблочил Пеньками Этого Самого Дума Трикси Он Улетел Видишь Была Проблема В том Что Физик Был Кудаун У Дума Поэтому Пеньками Нужно Было Пытаться Блочить Но Опять Патмо Могла Не Заранее Нажать Нам Не Подблочила И Пеньки Тоже Не Достали Все Так Они Медленнее Чем Аппарат Аппарат Медус Сейчас Будет Холодить Сво Шестой Деду Крюпов Доберет Аккуратно Не Высовываясь И Начнет Запускать Да Сейчас У меня Собородни Мейджера Поддостали Игрушки На 67 68 Минут Всего Это Дело Сейчас Наоборот По-моему Пач Таких Опять Пуш Как В Т4 Было Раз Скоро Пойдет Вбить Медус Попадает Атака Кстати Стрела Попадает Попадает Власт Это Минус Определенно Так Может Быть Раз Такое Дело Еще Стоит Мед Забрать Пугна Прилетело Что там Вышки По хп Пол здоровья Уже Сняли Просто Прокидывать Бласты Внаглую Вот так Смотри Хорошо Пушит Приятно Опять же Если он Пушит У него будут Деньги У всей Команды Сразу И можно Какие-то Итемы Нужные Меки Купить Быстрее С этими Самыми Итемами Быстрее Начать Пуш За сноуборец Немного На скорость Пуша В топе Кстати Пенечками Трикс Ломает Руна Лошебства Я думаю Пугна Расстроена А здесь Сибах Уже Активно Наседает На Т1 Наверху Будут ли Его наказывать За это Поведение Стоит Наказать А там Внизу У нас А там Везде Все очень Плохо То есть Где бы Ты Не пытался Кого-то Наказать Нападаешь На думала Теряешь Мидботом Нападаешь На пугну Теряешь Толк Ботом Им Надо Что-то Придумать Чтобы как-то Убивать Малым Количеством Героев То есть Те же ХР Могут При помощи Ульт-аппарата Не меняя Положение Героев На карте Убивать Абсолютно Любого Героя Именно Так Ну Кстати Если мы Большой Айтем Брив Сделаем Отметим То что Укорни Скоро У него не Появится Мека Ну Чена Тоже Активно Занимается А тут Нашач Внизу Выход Нашач Слишком Жирный Трикс Его Закрывает Далее Еще Пару Рассказ Под Скайрот Бэджа И Шач Отправляется Домой Гадем Чтобы Здесь Не Делал Помочь Он Никак Своему Уже Мертвому Товарищу Разумеется Не Дум Дум Пришел Дум Ушел Давай Следующего На что Надеялся Конвейер В исполнении Hellraiser Хотя бы Стрелой Топили Солуха Тоже Хорошо Они Видимо Вообще Планировали Брать Потму Как Античен Герой Который Бегает За ним И Постоянно Убивает Крипов Издум Кушает Крипов И Патма Убивает Крипов Как вариант Может быть Они Для Этого Планировали Вполне Может Быть Я Смотрю На Инвентарь Шача Вот Появилась Перчаточка Я думаю Будет У него Медас Не Будет У него Медас Медас Будет Медас Убудит Кстати Трикси Откладывает Деньги Копит У него Полторы Тысячи Опять же Может быть Медас Он Не Повредит Ну Видишь Он Держать Спечат Ходит Купил Купил Себе Готовый Так Ну Что Минс Сломал Шач Денег Заработал Своей Команде Надо Как Тим Еще Не Подфиживать Дать Подми Шестой Иначе Где-то Совсем Инициировать Потому Что Если Они Делают Один Или Два Минуса То Дальше С ними Драться Не Вариант И Совсем Быстро Будут Падать Как Вариант Дать Подми Семья Правда Шестой И Куда Сходить Где-то Сделать Пару Фрагов Потому Что Ничь Я Нискай Не Обладают Обилками На Эвейтс На Эскейп Ни На Что У Них На Боцей Вообще Ничего Нету Поэтому В Любом Мент Их Легко Убить Может Стоит Сходить Сходить Смол Кажать Что Сделать Ибо Бегают Сейчас Все Бегают 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 А Чего Бегают Куда Бегают Чему Непонятно Ну Некий Экшен Некий Темп Игры У нас Дается Но В любом Случай Сейчас Нулевое Абсолютное Преимущество Вернее Его Вообще Нету Ни Одну Из Команд Ну И По опыту Только Полторы Тысячи У Старка Старки Да Его Памяти Это Это же бывшие якоря Правильно Да Они самые Только Неполный состав Некоторые якоря Уже тоже Будут там Разбежались Во время Пришавла Тебя стало Очень тихо слышно Меня стало Очень тихо слышно Не знаю Может потому Что я Стал тише Разговаривать Может быть Просто даю информацию Что народ Замечает Разницу Нашу Я проверил Автоматических Настройках Нету Будет С доминатором Взял себе Волка Получил Баф На атаку Опять же Фармливает Сашу Яшу И сейчас Стрелы Не упадают Он под домом Ему довольно грустно И уже под вирту Нападает Много демиджа Потому Но он Сможет Выехать Захиливать Его от петушка Хорошо живет Сейчас он Также захиливает Своего Тиммейта И в итоге Был просто Обмен Любезности Кстати Хочу отметить Разговор Амитаса Который у нас В 13 минуте Появился Тоже Медальщик Очень много Медаса сделали Лон Непонятно Будет Его Все-таки Доделывать Или нет То есть Несет Или нет С чего Он там Да Лон С Медасом Значит Парад С Медасом Фурион С Медасом С 3 Медаса Уже сделали Это Ласта Очень не хватает Сразу Сказал Что Это Крайне Правильная Стратегия Чтобы Выход Влойд И все дела Что Надо Так Всем командам Делать 10 Медасов Наш дорогой Друг Дима Сейчас нежится В Таиланде Я так понимаю Что у него Там были Проблемы С соединением Вроде как Он должен был Улететь Если вдруг Что получится Но Будем надеяться И верить Будем втроем Комментировать Так как Весело Будет Классно Старые добрые Я помню В 4 Сидели Когда-то Смайл Я вела ДНС Нормальный Пример Никто ничего Не говорил На игру Было всем Пофигу Просто Сидели И получали Удовольствие Прекрасно Что я хочу сказать Что зря Свену дается Только свободы Уже 15 минута Свен уже Помимо Доминатора Выформил себе Довольно много В виде Яши Например Это и 800 голды Сверху Начинает быстро Бегать А в ответ У Хэров Ничего не появилось Такого Чтобы этого самого Свена В дальнейшем Восстанавливать Это не считая Эмберспирита Который тоже Формит Да Свен уже На топовой Позиции По Нетворцу 6900 Этот парень имеет А Эмберспирит Для того Чтобы стать Актуальным Драком Драках Нужно Чуть побольше Золота Но опять же Пока Свен Другие Светы Так Зимонечку У нас Айшеры Айшеры Взяли Разбили Смоук Разбили Будут Пытаться Выйти в ботом Пуш Как-то Отбить Там уже Айсбласт Летит от аппарата Полетело Трикси Точно Забирает Еще Гентавра Если Утар Ну Трикси Погибает Ченом Будут Ловить Ченом Летают Надо Его Забирать Пока Он их Не утребает Хотя бы Сколько Забирали Двоих Троих Хорошо Ну Неплохо Опять же Забрать Героя Забрать Зоопарк Почти Нечего Зад Не потерять И Вот Как я Рассказывал Что Делают Что-то Делают Минус Тут же Идут Пушить И их Нечем Остановить И вот Они Заходят Ломают Т1 Тавр В боте Если Что Сейчас Старки Могут Оформить Пуши И поэтому Они Уже Давят Топ Уже Давят Мид С другой Стороны Немпфи Тем Временем Наверху Взял Шоп На Парате Да И забирают Денавица Тавра Не дают Доб Денег При этом Вбойте Все Еще Тренинг Горгирую Подпушивают И опять же Как они Там Хорошо Делают Любит Дорого Посмотреть Если Готовы Владмир Готовши Дума Курьера Потеряли Да Но сейчас Я буду Зать Наказывать Окси Точно Не Уходят Надеюсь Что За Такое Накажут Сколько Дэмэдж Трикси Ловят Под Музскую Стрелу И Тоже Не Выезжает Фитонули За Курьера Еще Двух Крепов Отдать Своих Сейчас Ну Слишком Много В него Было Потрачено С другой Стороны Там Сто Своё Преимущество Реализует Два Та В Работе Еще Два Фрага Теперь На Рошана Есть Открыграфия Вот Можно Будет Да Как Вот Они Скачут И Насколько Сильно Уже Преимущество Себя Оформили Тр Вот За Вот Эти Жалкие Две Минуты С Ну Ля Уже Выше Двух Ну И По ХП Я Отдозреваю Что Они Не ведут Да Так Есть 500 ХП Они Пока Что Проигрывают Вот Еще Рошан То Тоже Плюс Деньги И Скорее Себе Успеют Приехать Стоп Отдефать Опять Они Удачно Приезжают Когда Слен Уже Прожал Так Здесь Все У Дума Будут Проблемы В первую Очередь Потому Что Никакие Ауры Его Здесь Не Спасать Трикси Дарья Разбивает Деревья На Пеньки Разлетит Когда Свен Уже В ульте И Прямо Налицо Ему Летит Говорит Дружище Давай С ноги Дружище Не против Заработать Немного В интернете И Сразу Его Убивает Понятное Дело Что Надо Что Думывать Менять В своем Стиле Игре Потому Что Свен С ультой И Под Апартом Уже Его Убивает Дальше Я понимаю Будет Только Больше Дем Проще Будет Это Самое Доминирование Оформлять Тем временем Против Внимание На Кипер Туриста Кипер Туриста Сейчас Будет Проблем Медведя Под Спас Делать Степ Аут Между Прочем Нечему Взбивать И Еще Я Хотел На Него Обратить Внимание Просто Потому Что У Него Есть 3200 Голды Это Это Хорошо Да Очень Хочется Радик Ролд Кто-то Что-то Купил Только Что Кто-то Купил Линзу Я видел Не знаю Кто И Она Покупает Себе Форстав Не могу Понять Где Я видел Линзу Может Купили Продали На самом Деле А нет Стоп Линзу Скайрот Вот так Скайрот С линзой С В Сия Чен С Мек Эмбер Спирит Замечу Что Давно Я видел Эмбер Спирит Который Играет Без Требулов Вот Этот Данный Эмбер Спирит Играет Через Аквилу Барабаны ПТ То есть У него Большое Кап ХП 1400 Уже Сейчас Есть И Может Он Сколько Приделах Вражеского Вижна Второй Чуть За Приделами Скайрот Сюда Еще Сандряк Тоже Ничего Не Наход Три Сандряка Поставил Нашел Один Вард И То Только Потому Что Да Уже Под Него Поставили Вард Будет Легко Выход За Стрелой Сейчас Вряд Легко Двоем Ничего Не Сделать А Немфи Приходит На Андершок А Связывает Его Удается Адершок Должен Хотя На Ульту Дать Но Напоследок Я Скажу Как Говорит Стрикс Приходит Удаж Спиньков Ни по Кому Не Подает Стрела И Парень Пролится В талер Не Не Буквально Через Пол Минутки Мы Откроем Для вас Графики Посмотрим Сравним Что Тут Происходит Пока Дум Покупает Дайгер Появляется Сакрат У Ландруида Сейчас Пытается Что-то Сделать С Варисом Откидывается Спас Сил Или Корни Или Что-нибудь Там Гардиан Грифс Который Помогает Тафанин Живей Просто Сайленс Его Просто Берут Наши Скарета Пугна То есть Там Есть Шанс Убить Хорошо Это Закорневая А он Декри Прокидал На Вратили Замедлением Садевает Но Лон Не Бьет В Астрал Не Мог Прокидать Корни Поэтому Скай Все-таки Ушел В итоге Размен По нулям Подразили Ульдума И продолжает Уфармливать Немф У него Уже Излили Запчасти От Баттл Фури Остался Персеверенс Скоро Будет С такими Темпами Савен Тоже Прикупил Себи Даггер Как и Дум Радик Сейчас Уже Будет Ушачло По Итем Брифу 1600 Для ЛД Осталось Аппарату До Покупки Оганилом Так И Савенас Появляется У Фуриона Так же Гем Чен Купил Господи Они Непонятно Откуда Только Деньги Берут Вроде Бо Все Никто Ни с кем Не дрался Вроде Бегли Друг за Другом Даже Не формили Особо И В итоге Там Четыре Дома Кубки Или На Две Команды А Здесь Нож Берут Сидим Из Фразы Сила Мидаса Дети Мои Сидим Бежит Буги Без Маны Причем Бежит У него Есть Сидим 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 Хватит Даже На Один Лишь Только Станк Дорогие Без Бафф На Скорости Без 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 Ульты Поэтому Может Не стоит Ему Лезть Сейчас Валикса Найдут Валикса Нашли Валикса Пока Не будут Бить Слишком Мало Героев В Топе Возможно На Трихсе Будет Нападать На Андершока Но Рядышком Не Совсем Далеко Есть Фониджи Который Возможно Поможет Посмотрим Ашат Чужо Делает ТП Аут Он Прекрасно Понимает Чем Это Может Все Пахнуть Все И он Дома И Миша Дома И Радианс В кармане Появился Все Грамотно Все Хорошо Сделано Хорошо Так Ну у них На самом деле Нереализованный Эггис Все Еще Он Пропал Вот Только Что Да Окончится Четыре Минута Осталось Для Рошана Мы Это Знаем Заранее Сколько Доб Времени Будет Очень Удобно Команды Такой Информации Не Располагают И приходят Сем До Одиннадцати Минут Ну Если Бы Команды Обладали Этой Информацией Было Как 2007 Когда Они Заранее Караулили Смотри Неплохой Ульт Прокидали Нужно Выйти В Алекса Сейчас Он Получит Дум Себе В Лицо Я Афоня Афоня Очень Грамотное Решение Принял Кубик Гардиан Гриф Просто Потому Что Помогает Ему Диффузить Себе И Сайлент Саскар Мейджа Если Что Подхилить Себе И Команды И Отойти В Случай Чего Под Дизейбл В общем Браво Афоня Хорош С другой Стороны Когда Нибудь Старки Догадаются Что Если Пугна Встали Она Ничего Не Можешь Дать А Кроме Пугны Подсев От Свена Ни У Кого Нет Аппарат Подсевить Не Может Возможно Стоит Прыгать В Афоню Чтобы Он Не Мог Давать Форстаф Или Крип Сейчас Подожди Смотри Свен Пока Что Не Прыгабельный И Нужно Добить Себе БКБ И Вот Тогда Можно Будет Прыгнуть Возможно Будет Мешать Стрела Попадает Батмас Здесь Дум Не Допрыгивает Достревает Стан Медведи Корни Не Пропнули Ну и Все Все Уже Тут Дальше Драться Не Стоит Дум Куш Очередного Волка Ну Если Даже БКБ Будет Прыгать В Одного По Одному Пугну Он И Сам Очень Быстро Ее Убьет Свой 900 ХП И Посреди Она Себя Никак Не Может Также Батлафули Появляется Дуглой Появляется Вот Они Опять Не дрались Не дрались Ничего Нигде Не Ломали Купили Кучей Ну Силами Даша Дети Мои Смотри Просто На Фарме На Двух Фрагах Отыграли Почти 2000 Старки И Сейчас По ХП Ведут Галды Чуть Проир Но Более Менее Равно То 1000 Галды Разницы 500 ХП Для 25 Это Такой Перевес Почти Что Ни О чем Один Фраг И Все Будет Другую Сторон И Подготовил БКБ От Свена Разбивают Смог Побежали Находят Здесь Дума Дум Причем Был В своем Подобии Смога Всех Спалил Смог И Побежал Годам В Боте Сайленс Причем Прыгнул Под Сайленс Как Это Как Вигас Но Не Выживает Рикс Его Добивает И Сейчас И Бах Делает Второй Даггер Что Что С Реакцией У него Все Хорошо Прыгает Он Просто Замечательно На этих Самых Даггерах И Поэтому Сейчас Его Не Ловит Смог Выбежит Так Лондруид Прожает Пушить Стоп 2000 У Уже Есть Я думаю Что Будет Даггер Все Еще Просто Много Армора Спасет Свена Сколько Ты Тоже Довольно Грамотный Выбор Решит Трикс Трикс Очень опасно Стоит Мыш Shadow Blade В принципе Может Уходить Но Моментального Рассказ От того Ж Аппарата Дум Опять Прыгает И Не Совладал Не Совладал Нельзя И Даже Земли Чтобы Добить Пару Клипов И Сейчас Нападение Наша Человек Семен Тоже Здесь Будет Невать Утур Давай Трукту Есть Под Сейв Декрип Их Сразу Корни Забирает Медведя Кентавр Хорошо Станет Двигает Медведя Из Под Вардов Но Просто Доливает Туда Дамажем Скай Здесь Кое-как Разбежались От Рикси Ну Что Не Спасли Шачело Он Не Потратил Второго Медведя Но Все же Потерял Первого Умер Сам Думаю Что Не Очень Доволен Подарил Сидит Не Дело Если Сейчас Чек Или Рошан Или Были В позиции Рядом С Рошан В старте Я думаю Они Зашли Обязательно И забрали Его Знаешь Что Еще Хочется Отметить То Что Ребята До Сих Пор На 27 Минуте 28 Минуте Не Имеют Преимущества То Ни Одна Ни Другая Команда Все Очень Ровненько Все Очень Хорошо Идет Явного Кода Фаворита Данной Встречи Пока Что Выделить Нельзя Ну Посмотрим Шива Скоро Будет Удума Все Терас Я думаю Доделает Лон Какие Итем Они На Армор Прикупят И Нивелируют Ту Разницу По Армору Которая Есть Сейчас За Счет Сб Сб И Дальше Будет Попроще В Драках У И Баха Рецеп На Шиву В Кармане То Есть Никакого Арморя Пока Что Речи Не Можете Просто Под Катапульту Взяли Разбили Смолк Да Молодцы Красавцы Чего Ради Что Они Хотели Этим Смолк Это Развод Ты Понял То есть Они Разбивают Смолк Под Катапульту И Чтобы Враг Думал Что Они В Смолках Идут Убивать Врага А Они Вместо Того Чтобы Убивать Врага В Смолках Идут Пушить Мид Понял Идея Неплохая Но Они Очень поздно Собираются Сейчас Забегают На Рошана Чек Катапульта Это Дело И Все Проблема Решена Плюс Разбитый Смолк На Кентавре Захватчики Позволяет Где-то Бегать И Чекнуть Если Кто Из Врагов Там То есть Они Сейчас Привели Кентавров Вот Здесь Ближе К Рошану Смолк Спал То есть Все Понятно Где Стоят Хэра Можно Не Париться Поэтому Смолк Максимально Плохой Чего Ради Было Нажит Непонятно Сейчас Приспокойно Зашли Старки Провардили Варды Синдрей С двух Сторон Этого Самого Рошана Пусть Поставили Кату На Это Дело И Следовательно Даже Если Ты Заходишь Тебя И Видно И Тебя Ждут Ничего Не Получится Кстати И Сами Старки Нажимали Смоги Для Того Чтобы Подойти К Рошан Ну И Опять Женни Были Нереализованы Поэтому Один Один По смокам Аганим Появляются У Бугны Тем временем Давайте Быстренько Глянем По Кандилачим Криты Есть У Буге У него Есть Бакабашка Блинк И Санч Яша Далее Оксия Который У нас играет На Чене Что это Такое А Это Намек На Фордстап Я так понимаю Плюс Мяк Плюс Арканы Который Он пока что Извели во все стороны Забрали Со Скай А потом Забрали С Думая С Отцом Бугны Свена Потом Забрали Чена И сейчас Опять Вот Наконец Сделав Реализовав Что-то Своё Сделали Минус Два Может Затем Рошана Или Что-то Попушить Собственно Так Они И делают Также Поломают Наверное Сейчас Катапульта Постараются Да Есть Мидас На Это Дело И вот Сортия Где-то Когда у тебя Где-то Рядом Постоянно Бегают Крепычена Это Все Забавно Как же Они Много Денег Дарят Вот Этим Подфитом Когда Крепы Просто Приходят Так Посмотри Здесь Немфи Продолжает Накаливать Сдалека Подвижен Не хочется Недавайте Просто Так Вот С Паратом Не Самый Удачный В итоге Все Разбегаются Могла бы Стрель Пытаться Что-то Сделать Но Ее Прогнали На Базу Так Ну Смотри На Next Fight У нас Будет Пугна С Грифсами С Аганимом Которая С Аегиса Может С Аегиса Позволить Фулл ХП Своё Вливать В Тиммейта С Другой С С С Грифсами Что-то Примет В Тиммейт Выграть Не Особо Запариться Потому Что У него Будет Возможность Подняться С Реинкарнации Абсолютно Согласен С Другой С С С С Это значит Оставаться В Первых Рядах Это Да Ну Ну, то есть, посмотрим, как они это дело обыграют. Необходимость в пугне в задних рядах есть. На самом деле, лон-то тоже неплохо пушит. Возможно, они посчитают, что его дэмэджа хватит. Знаешь же, эти сортеги с 2003-го, когда те же ДТС ездили в Китай, они выбрали лондруида джаггернаут и хилили его. Забанили джаггера, выбрали лондруида и еще хилили. Сейчас есть такая возможность с пугной делать. То есть, просто лон ломает и его хилят при помощи пугны, при помощи ее ульты. У нас, кстати, сейчас заход. Вот, в подобии смока или типа того был? Акси уходит, уже смокольная, афоня получился. Даже крипов, я думаю. Так, своя нультит, прыгает на шачло. Вот БКБшка очень быстро и много урона вместе с ней, да не наносит. И на шачло. Причем, Мунингде с Байбэка, ну, с топ-медведем, если захочет. С другой стороны, лондроизыш уже активно подходит к Т-2 Тауру. Вот, видишь, афоня стоит в первых рядах. Ну, сейчас лондон нету. У него есть оправдание. У него есть оправдание, хорошо. Курьера забирает Трикси, вот эти ворды постоянно, которые стоят на движении. Курьера реагирует и потом за это платит с большим количеством отданных денег. Кстати, этот аппарат с Гемм теперь бегает. Си со своим, чая со своим. Причем, он его купил, но не выкладывает. Просто не носит, он на него купил и все. У него в стэше Гемм лежит, а аппарат ходит с Гемм. Хочет он заранее видеть все. Вырывая от Фуриона, хочет видеть Фуриона, хочет видеть ворды. То есть, Андершоп постоянно чекает все, что может. Ну, и у нас появляется Шива у Дума. Появляется вроде готовая Кирасова в Медведя, когда он его призовет. В тот же момент отмечим то, что по графикам, что опять же никаких изменений нет. То есть, как было меньше тысячи преимуществ у той или другой команды, так и остается меньше тысячи. А уже на 34-й минуте это говорит об абсолютно равной игре. В Медведе все временем на Буге надо как-то попробовать, может, выйти или поймать Фуриона. Ну, не надо как-то это делать. На самом деле, может быть, заранее со смока зайти. Вот те же Альянсы, они сами с Бульдогом играют. Бульдог на Фурионе, да, там, Ида, собаку съел. Если про него можно такое сказать. И все время говоришь, типа, парень, сейчас он будет здесь, парень, он там будет, будет там. И просто, когда против них играет тот на Фурионе, постоянно его ходят и цепляют, наказывают. Но здесь же Трикси всю игру летает, курьеров ломает, что только не делает, и безболезнен для себя. Он это делает. Ну, как безболезненно, 2-5-8 у него сейчас. Но он все же в драках умирал, ногами где-то. И не за счет того, что он где-то сплитпушил. С сплитпушек его не трогает. И в итоге Леку себе выформил, Сайленс выформил, Шинвиз выформил. Ну, третье место подотворцами. Да, то есть я про то, что он очень фривольно себя чувствует. Без Медасы даже, вот, Биепроюзанного бегает уже долгое время. Все, что-то терпит, что-то ждет я про то, что слишком нагло все это дело выглядит. Афоня, готовите время у себя БКВшку. Смотрите, коренько, а это были подкроем, чем увидим? Шадо, Тайкас! То есть Тайкас мы увидим, сейчас будет нападение, возможно, Лефе. Правда, куда-то отъехал, но возможно попробует найти Трикси сейчас. Трикси забежит, если его аппарат зачекает. Аппарат не зачекает. Аппарат не пошел. Еще испалил, что он здесь, еще испалил, что они будут аппараты. А то не Трикси просто отбегает, читает телепорт и выживает. Готовы играть же на криты у Свена. То есть все, сейчас, если Старки врываются первые, то они очень легко выигрывают. На вардах разбиваясь смока. Сейчас их будут за это наказывать, ловить как-то пытаться. Уже есть вход. Не получилось на смоках, получилось на вардах постоять, славить все, что можно. В итоге делают свежено смок, очень быстро их входит, очень быстро выцепляют. Включается Чайгис и в итоге размен 2 в 0. Опять же, здесь разбили смок на вардах. Почему не отойти-то? Если бы Hellraiser не дошли дальше, продолжили. Да раз один, который попал в самый непосходящий для этого момента. Отходить надо было сразу, согласен. То есть столько дней увидели, что враг разбивает смоки. Они должны оценить и понять, что сейчас матрасы не могут. Кстати, Трикси находит Афоню. Афоня отошел, произвал Гревсы. 15 секунд его еще не будет. Форстафа. Можно выйти его перерезать, но не стоит и заниматься. БКБ-шень появился. Я про то, что у него есть БКБ, а не БКБ, Форстаф, поэтому толку его закрывать. Именно так. А вот и еще один рассказ на фонде, БКБ-шку в ответ. Дальше у нас летает на Эмберспири, тут Трикси, Трикси. Чуть было на него не прокнули во второй раз в корне. Причем мы же убили Скайя, поэтому размин пока один. Но если потом пойдет стерел хоть в кого-то сегодня, видимо нет, то вы могли бы сделать и второй фраг. Да, что ли, саду, с голды в плюс себе подрались. Не о чем вам было разумно отдавать лонку. Гем? На тверянием Трикси снизу подду. Умирает, что не успокоит. Здесь же больше не проблема для Эмбаха, на самом Трикси. Просто он подошел, нажал шиву, нажал землю, подстанил немножко с помощью Инфернала. И все через Думу. Отправил человека домой. В общем, Думу настолько не парит, там просто по кулау. Он вот с этим мечом ходит, вот как кунг наяривает со 40 маны. Да, только у кунгки Тайдбрингера не стоит денег. Ну, маны вернее. А вот у вас стоит. Кстати, вот опять же, про потенциал кунгки. С тобой, мы даже разговаривали уже. Да, было дело. Да, и стали его брать. Наконец-то... Если так его стали брать, я говорил, что в матче он появится. И он появляется. Он-то появился, но что делать с Буги и Инфи? Непонятно. То есть, очень уже много урона. Первого, много урона. Второго, скоро Инфи еще. И да, и Далус себе доделает. И как бы совсем больно будет. То есть, любая тыльчика имеет шанс сломать со всей командой. У одного героя и у второго. И при этом, ну, в ответ нет еще пока ни хиксов, ни каких-то башеров, ни у Гондруида, ни у Пугны, ни у Дума. То есть, на одном Думе далеко-то не уедешь. И опять же, он никак, например, не мешает тому же Свену бить. И сейчас, даже если он без ульты, это сколько-то много урона. Порядка 500, наверное, у него вылетает с критов. Именно так. Дальше 180 зал по гриппам вылетает, так что совсем, совсем много дэмиджа у двух кор-героев, и с ними пока непонятно, что делать. Так, стоп, откуда еще один гем? Или это то же самое? Да, все, Лон Вида у гем Патме, или Патма с гемом? Постоянно его куда-то передают, я на все чеку этого аппарата, то у Лон Вида сейчас у Патмы. Это знаешь, как игра в наперстке? Угадай, в кого гем. Ты не угадаешь никогда. Пашер появляется в Ушачье, глядим дальше на обновление Вайта. Что у нас есть? На свистке. Парстав на Скаре, который видели уже, что он за месяц говорит, и что же поговорили? Уж ничего интересного. По БКБшкам. БКБ у Свена подлится еще 10 секунд, кстати. Ни разу не прижимал? Так, прижимал. А 9? 9, да. Ну, пугунь тоже 9. Так, а почему мне показывают, что 10? Не знаю, у меня 9. А, все. Это небольшой такой бак. Если ты смотришь по айтембрику через F5, показывай, что 10. Если смотришь в кармане, показывай, что 9. Там ведь я просто показываю, ты там. Если через интерьер смотри, то же, что конкретно у данного индивида. Если мы так же что-то еще шло. Берять. Берять? Нет, не, не отдается. Он успел прокидать в этот раз фир. И тем самым. Ну, нафигонец, Аша, сейчас вязали. Есть результат. Мы. Предает буги, но некому, некому давать. Хайз Бласт, видать отличный из Бласта. Тут же Ибах, которого уже просто поем. Обращать. Боем. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, я СВ. На самом деле, размер 2 в 2 пока что. В плюс для себя, наверное. Да. Даже берутся ХР, они давали двух коргеров и дарь аппарата. И сейчас здесь все будет его совладать. Жаль. Да, шутерялся в дороге просто. Сплэш. Надо убежать, там будет даггер. Это он зря. Определенно зря. То есть самого медведя отдать можно, а вот себя отдавать. Идея совсем такая себе. Ну и он не совладал. Ну а теперь как бы 3 в 2, драться нечего с этим самым СВеном. Чайну. Просто идешь, идешь по лесу, мимо, мимо, да? Получаешь в лицо минус пол хп, даже там больше, там 2-3, он потерял. Просто потому что СВен рядом ударил ручкой. Причем сам удар идет физой, а в зависимости от того, сколько нанес, дальше уже урон чисто прилетает. И поэтому неважно, сколько у самого Луана было армора, он просто получил. Миллиард урона от того, что у его вызова медведь там не так много этого самого физредакшена. Ну, ты видишь, да, что случилось с аппортами? Тоже, собственно, на один удар, ребята. И сейчас еще с Эммер Спиритом так вот получилось, что он словил сначала баш, он прилетел в Ду, потом еще пробнулся баш, то есть там он ничего не смог сделать. По-хорошему в любой драке, в которой не врется на рандом шач, этот сам Эммер Спирит еще и не умирает. И вот что делать со Свеном, который вот так бежит под Эммер Спиритом, я вообще не представляю. Ну, что тут делать? Нужны хиксы какие-нибудь, потому что уже других вариантов держать драку под контролем нету. Грейджи на башку это нужен, может быть, чтобы 100% выдавать. Ну, сейчас заходит уже на третьего Рошана Старке, есть у них Свенс под ультой, который носит там нереальные цифры урона есть, Сэмфи, который тоже так делает, и Украина как сейчас. Так, стрела полетела в Рошана, помогать. Ну, там Тарата не долетает, не попадает ни на кому. Другие отдали Рошана, отдали много всего. Сыр. Сыр забрал дуб. Хорошо, ну хотя бы так. За барабан, сыр за барабан. Ну, я думаю, он сейчас может выложить и вернуться за ними. Не уверен, что ему настолько нужен этот сыр. Может быть, кому-то другому стоит отдать. Там уже шашло. В медведе, например. В Само-Но. Торо, это порик отдать сыр. Торо, это продать сыр. Торо, это продал Фейзи, забрал барабаны. У него просто были и Тарвала, и Фейзи. Ну, один пакетчик на одну ножку. Тогда он будет идти с разной скорости порвется. Тоже не надо. Ну, и мы видим, что какой-то кап мощности набрали Старке. Теперь надо все идеально делать Хэром, чтобы хотя бы минус героя сделать. Я уж молчу о том, чтобы сделать минус пять в ноль, например. Если бы на графике мы увидим, что уже было преимущество такого уровня у Старка, что Хэр его уже сбивали. Что, в принципе, скоро наша кардиограмма может превратиться в голову Бэтмена, например. Так, тут падение идет сначала Магадам, а Магадам умирает. Отдает еще и Гем на вардах. Опять же, видимо, он это делал. Цепляет еще Афонину. Живет, все плохо провязал Форстав. Можно сказать, что Ран. И, господи, не знаю, каким макаром живет. Все очень хорошо. В итоге тоже сделали минус. Нету каких-то байбеков ни у кого, поэтому тут иди. Видимо, продолжение драки не будет. Просто отдали двух героев, отдали Думу, отдали очень много всего. И не понятно, чего ради. Вот, за одного Урсу. Мне сейчас со Свена спадет. Объективно. У него уже следили на старт. И он просто прыгнет и бьет. Да? Ну, по-думан. Ой, опять наряг, скажу, сыграл. Есть Алисов Глэйд. Будет, кстати, без... Скажем, я тебе скажу. Без боковая, но с Айгисом. Не-не-не, то он без Айгисов. Вот, иди-не-не, что мы не говорим в Северном Леймфе. И можно было пытаться будет добить. И не теряет еще, но он не верит, что вызывает последнего. Но все равно пока стоит. То есть пока, ребята, все, что делать, есть еще и байбек у аппарата. Он его делает. Надо отходить. После Старка надо отходить. Из дульта от аппарата попадает по Чену точно. Сбивает телепорт в Аликсу. Валикс погибает здесь. Верит, немножко отбьет. Пульта аппарата погибает точно так. И попытка забрать щелк. У него, кстати, два гема, вот ему сейчас отдаваться. Вообще такая себе идея, а не отдаваться он не может. Уже Курьер здесь пытается подсевить гемы, но не получается. В итоге оба гема забирают себе шачло. Глазастый. Более того, Немфи умер на собственном фонтане, потому что успел дотикать льда аппарата. Потому что он с 11 уровня, потому что льда в трешке, потому что есть Айгис. Он выкупался, что ли? А, все, он Айгис потерял. Уловек. Ну ладно, неплохо тогда. В итоге отбились, не потеряли сторону. Сыр. Сыр. Сыр провязали, к сожалению, в драке. Но я думаю, что сыр подсевит, было бы неплохо. Но они забрали два вижена. И гемы верну. Небольшой пролакс. Случился так. Все вроде в норме. А Баби Заблэйд мы с тобой видели реализованный в ластфайте от Шачло. Наконец-то сделал первый полезный итем, который ему больше всего был нужен, чтобы этого света останавливать. Бега допускает, что срочно им нужны хексы. Хекс допустим на пугне. Вот он уже делает Афоня. Ему осталось... 1700, и допускает, что какой-то аппарат хочет выйти в хекс. Должен хотеть выйти в хекс. Но он делает... Доделал он его. Нужен хекс на пугне. Вот если у Афоня будет хекс, у них есть возможность дальше продолжать агрессивно играть. То есть... Хеллорезер сейчас играет не агрессивно. Мы это понимаем. И у них нет смысла не агрессивно. Мы только ловить фраката ошибки, и на замесе, и на своих территориях. Появление хекса, кто и двух, позволит им выходить со стороны. Тем более, что... Опять же, мы прекрасно видели, прекрасно знаем, как добывать, когда ты зажимаешься на собственной базе на таком вот моменте игры, да? А потом тебя начинает фурион активно напрягать. Ну, сейчас фурион, кстати, начнут активно напрягать в другую сторону, если найдут. На самом деле, Иван его видел. Но в какой-то момент просто забил. Бежать дальше в итоге трихся в боте. Не знаю, тоже с чего он тут пытался такому замрутить, сделать. Но... Просто пролетел, просто ничего не сделал. Не знаю, мы за самым просто пушат линию. Так, здесь дабл дэмэдж забирает Сибискай, его за это, видимо, даже не накажут, и как-то вот распредались по... В карте герои, двое в лесу, трое в топе, вот хэров, ботом вдвоем пушат старки двое, сэйхэштоп фармят, причем это чен с агонимом, наконец-то, то есть у него появляются теперь сильные ауры, вот эта вот големовская аура на до 15% здоровья какого-нибудь сейчас лизертмена возьмет, который будет накидывать Френзи на Свена, и совсем беда будет. То есть он и так плохо тормозится. На него кидают линку, у него свое БКБ, и тот же Дум, по идее, ничего не может с этим и сделать. Тем временем Трикс забирает себе Мьелнер, и для меня сегодня день открытия, знаешь, мне последние два дня это просто нечто. Я только-только, как тебя услышал, сопоставил, что Ебах и Иван это буквально трансгидерация, а тут еще недавно до меня дошло, что иконки на Граномиконе, вот там есть такие полоски, светящиеся, что один, одна полоска, это первый уровень прокачивания, в две, второй уровень прокачивания. Я на них вообще не обращал внимания никогда. Сейчас найдем, я вот так вот показываю. Типа одна полоска вот на страничке, вторая, типа две, третья, три. Для тех, кто не в курсе, как это работает. Я вращал на это, не понял. Я не знаю, я вот сколько лет в дочке, только-только сопоставил это реально, как визуально, вроде бы, да. У нас тут этот СССР Ганг от Хэров, они идут, даже вроде бы неподвижным они шли, то есть их не было видно, и видят они, ок, все будут ли прыгать к нему. Или пытаться обратил крипов, непонятно. Может пытаться кого-то другого найти, видят курьера, курьера видят. Вот сейчас должны видеть курьера, но ее ПРСТ. Помогли убить курьера, в котором был Сатаник Свена. Но сделали ТПА, вот очень правильно делает Иван. Он приходит просто защищать свои бараки, потому что там уже стоят пеньки. Так-так-так, просто можно было и то, и то успеть сделать, или там того же Чена быстро можно было высечь, убить. Герои позволяют это сделать, но не реализованы. Ульта по этому в итоге. Очень жаль. Но дают время Пугни дофармить. Я допускаю, что он не хочет покупать себе Хекс просто так. Возможно, он захочет иметь байбэк. Приоритетом над Хексом все еще, да, и пугнут лучше, чем один Хекс. Но, с другой стороны, очень уж и им этот Хекс нужен. В боте какие-то проблемы возможны, уже чего. Нападение от Трикса идет на Лоны. Сейчас здесь будет какой-нибудь Супербашер от него. Выбивают Трикса. Замечу, что очень неплохая идея с героизными тревелами, или с просто даже тревелами, но на Медведя. Потому что в кое-то момент времени, если где-то кто-то инициирует на Медведя, но не может его быстро убить, ты просто подъезжаешь на этого самого Медведя. И в итоге сейчас сделали хороший франк на Триксе. Я смог уехать... Да, Дэшоп тоже поехал домой. Да, я про то, что Фаниджи смог уехать. Стоп, он его прям миллисекундой позже бы нажал. Успели вспануть, а так он свалил. Ну и сейчас здесь в Медву, конечно, все же по салатаргет ДПСу у Скай, наверное, сельсаппортов нету какого-то... Хоть какой-то конкуренции нету, поэтому он сейчас очень эффективно объяснил. Агафония прожал БКБ в Медву, пытается разбираться с грибами Чена. Гриба Чена также уходит к владельцу. Все хорошо. В итоге просто отдали вышку, не смогли ее задинаить и все еще не покупают пугу на себе Хекс, причем у него уже давно лежит. Вот сто он. Давно уже есть деньги, вот сейчас был бы у него Хекс, он бы, например, успел побежать кому-то с Хексом сбить телепорт. Тем временем, Свен сатаником. Сатаник, Триволаз, Чаш, ты... Мне нравится больше... Да, вот он, Иван. Серьезно, если он дэмэджи отправится домой, и вот Медведь здесь зря пойдет, сейчас его замедляет. Нет, его не могу замедлить просто так, потому что не герой, на него не полетит второй спелл, вот скорее. Вот Трикси, он выбежал. Трикси, почему, не видит Патму? Патма видит Трикси. Он просто упрыгивать куда-нибудь, какая-нибудь... Я вот надеялся, что Трикси будет с прутами облочить и медведей, либо медведей, либо Готема. Стрела чуть было не право. Куда Готем пошел-то? Надеялся, что попадет? Че-че-че с ним? Куда он? Просто пошел отдался. Отдал второй Гием, кстати, первый отдал Дум, второй отдал Патма. Теперь оба Гиема. У Старков теперь, ребят, держите. Вот вам. Все, что надо, есть для Бэк, кстати, Дума, не это Байбеков. Там за медведем серьезная погоня. Никаких Пифай на него верстят пугу. Нем летает, а из бласт, а из бласт не попадает по Буге. Хоть его и Чен пытался приблочить своими же крипами. Байбек от Думчанского. Дет в шипе. Он искал там Трикси, не нашел. Появляется-таки, наконец-то, Хекс. Появляется еще один Гиема Патмы, которая пошла, фиданула с горя. И Хэри. Должны идти и забирать четвертого Рошана. Прямо сейчас, срочно. Вызывается Рошан. И да, иначе никак. Ну и нужны сырые эгис причем. И причем не для того, чтобы нападать и чтобы дефать. Вот в первую очередь. Там, кстати, у аппарата появляется рефрешер. Как тебе? Неплохо, неплохо. Давно я не видел таких аппаришных. Таких, чтобы прям в протяжении всего за месяц или даже двух. Раз, два, накидывают ультимейты. Тем более, что он и так очень больно и неприятно работает, и длится долго, а и в аути, мы где-то обещаем. То есть, именно ли смысл, если можно было какой-то хитарин собрать, и... И что? Ну, типа у тебя 17 секунд, 10 ульта, 15 секунд. Ну, ты за замен с два вортекса поставишь два раза черендач, накинешь и... Ну, что-то ничего ради. То есть, ты не вультуешь обычно не ради дэмэджа с ульты, ты вультуешь обычно ради дебаф, который не дает тебе регенить здоровье. Ну, так весь файт не давать им регенить, сейчас файты будут затяжны, наверное, я не знаю. Если ты попадаешь одним вультом, и потом летишь в драку, то во втором ты уже нормально не попадаешь. Там еще, видишь, ему нельзя находиться в драке, иначе он не попадает к большому количеству людей, не за река кидается. Вдруг он решает перестраховаться, слишком высокаться на слишком большие ставки. Если одним вультом не пойдет, то вторым, ну, уж точно лучше. Так вот. Хоть что-нибудь. Я думаю, он просто ни о чем не думал, он собрал и собрал. У меня есть рефрешер, парни, все, мы выиграли. Хотя, личное мое, у меня не лучший выбор, с учетом того же Акторина. Далеко не лучше. И млинка бы тут очень, что заехал, хекс бы точно, что заехал. Лучше, чем. Тут самый рефрешер. Так, ну что, ульта от Патны, два подаренных гема, у кого там. Второй дедал, кстати, появилась в Амберспирита. Так, будет ли, а байт на мишку? Байт на мишку, идут туда крипы. Утопа аппарата поехала, первая. Хорошо, кстати, поехала. Может быть, стоит и подраться. Да, буги, получается, себе в лицо. Вторая деда, еще по-троим. А вроде совсем неплохо, а вот продолжение только, драки нету. Так они ищешь, не стакаются эти вот? Нет, не стакаются, нет. Дебаф тикать только один и висит последний, повешенный. И в итоге аппарат остался без... ультимативных способностей. А драку, толку у него с этого рефреша. Кстати, отметим появление у Свены еще одного айтема, который он просто взял и проглотил. Он уже был до Сатаника. Но был. Я даже говорил об этом. Потому что он его тогда уже съел. Значит, у меня поплавок просто в голове. Потому что я смотрю, вроде покупает Моншар, потом смотрю, у него его нету. Потом смотрю, появляется Сатаник, я думаю, ну, значит, Марин передумал. Триксис сходил... Там еще один. Хорошо, въехали. Буги сбили все, что можно. Буги теперь не боец в этой драке. Очень много урона получает, но Иван погибает. Буги тоже погибает. Один-в-один пока что не справляется с полученным уроном. Потом он просто гибнет. И Немфи вас с вами надедался мне объясняет. Забирает также Афоню. Сейчас Хексиш-Композер летает и пытается что-то сделать шачло. Вешает вроде бы Абиса, но надвигают Немфи. Немфи погибает первый раз. Выкупается Свен, выкупается Афоня. Свен здесь. Реслится после Аэгиса Нембер Спирит и продолжает драться с Афоней. Афоня без Бэбека открывается также домой. Да, нет уже Барайков на одной стороне. Я думаю, пора Делл Рейзер писать заветные две пункты. Потому что это уже не вытаскивается. Начали за здравие, вроде бы неплохо, но вот очень много лишних подфидов было от команд. Часто куда-то забегали, чего-то хотели. Батма пошла, отдала... Дум пошел. На даунгейм. Вроде преимущество в нашей стороне, а как-то вот не очень шире были реализованы ультимейты. Вот Батмы и в итоге. В 5 минутах Гудгейм пишут. 15, почти 20, как перевес по голде. Наконец и всего 2 поиспеху. Что довольно странно. Так, ну что, у нас сейчас будет сколько-то минут рекламная пауза, музыкально-рекламная, после которой я тебе перезвоню. Окей? Окей, конечно же, конечно же. До связи. Так, и вам, товарищ, тоже далеко не пропадайте. То есть личное мнение, что Хэрри, сколько-то молодцы, но вот Андершок постоянно забегал, куда-то с кем-то дрался. Батма вообще, невероятно в итоге, чего ради была взята, все еще можно было взять героя, который бы просто бегал до волстана и выиграть все три линии с этим самым героем. Даже, господи, какой-нибудь растер рандомный был бы здесь полезнее, чем ватма. Ну да ладно. То есть это их решение, это их план, это их идея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok